Крестовые походы были довольно жестоким временем для Европы и Ближнего Востока. И, к сожалению, насилие – не единственное, что могло бы вас убить, если бы вы жили в ту эпоху. Вот почему вы бы не пережили крестовые походы. Допустим, вы отправились в Первый крестовый поход в 1096 году. Папа пообещал, что если вы умрете в бою, то все ваши грехи будут прощены, и вы попадете на небеса. Для рыцарей это было удобно, потому что они также участвовали и в несвященных войнах, которые считаются греховными. К тому же, если ты не будешь драться, тебя заклеймят трусом. А если бы вы были крестьянином, то стоило бояться попасть в ад не из-за того, с кем сражаешься, а из-за того, что ешь. По данным National Geographic, до крестовых походов в Францию опустошил голод, унеся жизни тысяч крестьян. Многие из них прибегли к каннибализму, когда начался неорганизованный крестовый поход, который был легко разбит турецкими войсками. Вторая, более успешная группа крестоносцев, также боролась с голодом. Как пояснил телеграф, к четырем с половиной тысячам рыцарей присоединилось 35 тысяч человек, которые спасались от голода и нищеты, без оружия и даже без обуви. Чтобы добраться до Иерусалима потребовалось бы три года, и если бы вы не умерли в пути, вам все равно пришлось бы искать себе пропитание. По свидетельствам очевидцев, людоедство крестоносцев было настолько свирепым, что люди видели, как они выкладывали части тела прямо на открытом воздухе. Лето на Святой Земле было адским пеклом во время крестовых походов. Согласно книге Мир крестовых походов, энциклопедия повседневной жизни, обычная жара того сезона усугублялась средневековым климатическим оптимумом, который свирепствовал примерно с 950 по 1250 год. Этот период охватывает дни с первого по шестой крестовые походы и часть седьмого. Вместе с волной жары пришла и смертельная жажда, убившая многих крестоносцев. И ваши враги могли бы использовать это против вас. Возможно, лучший пример обезвоживания в виде оружия произошел в 1187 году, когда султан Салах-ад-Дин победил короля Гая в битве при Хаттине. Салах-ад-Дин переманил армию Гая подальше от источника воды, которая давала королю явное преимущество. Крестоносцы иссыхали на солнце, а войска Салах-ад-Дина накаляли обстановку. Обезвоженные войска Гая не могли эффективно сопротивляться. Таким образом, Салах-ад-Дин отвоевал Иерусалим у христиан, подготовив почву для третьего крестового похода. Удушающая жара летом превратила Святую Землю в сухой, пылающий ад для большинства крестовых походов. Однако зима тоже была не менее скверной. И мужчины, и женщины погибали от завалов снега, льда, проливных дождей, сильного ветра и смертельного града. Из-за гористой местности потоки воды смывали людей и животных. Когда армия Ричарда Львиное Сердце отправилась в Аскалон во время третьего крестового похода, они выдержали ливни, грады и наводнения. Но вся эта вода испортила их продовольственные пайки, и крестоносцы тонули в мокрой земле. Если бы вы отправились в путешествие по морю, вы бы избежали грязи, но Средиземное море было не менее опасным. Крестоносцы рисковали утонуть при сильном шторме или налететь на скалы. Если вам удалось бы преодолеть такое расстояние и не погибнуть в бою, то вас мог случайно убить доктор, который лечил бы ваши раны. В конце концов, крестовые походы происходили в средние века, когда медицина была весьма примитивной. В то время детская смертность была заоблачной, матери постоянно умирали во время родов, а врачи лечили психические заболевания варварскими методами. Медицина поля боя была особенно суровой. Как сообщает NBC News, врач в больнице крестоносцев однажды ампутировал ногу бойцу из-за «маленькой инфицированной раны». Пациент скончался. Но врачам тоже было нелегко. В документе, опубликованном Национальным Центром биотехнической информации, рассказывается, как один из дворян крестоносцев не позволял докторам варить делья из-за опасения, что они его отравят. Такой страх привел к казни врачей за то, что они просто пытались практиковать медицину. Слово цинга часто вызывает образы морских пиратов и моряков, которые страдали от нее больше остальных. Но серьезный дефицит витамина С влиял и на крестоносцев. Сегодня нам легко достать витамин С, но средневековые люди, пережившие крестовые походы, не имели такой роскоши. Как объяснил автор Эндрю Холт, крестоносцы в основном ели мясо, отчасти потому, что средневековые рыцари считали, что мясо придает им силы. Итак, насколько страшной была цинга. Она убила шестую часть французской армии во время Пятого крестового похода. Согласно книге Чума и язвы, крестоносцы, осадившие египетский порт Дум-Яд в 1218 году, страдали от всего – от сильной боли в ногах, опухших десен, расшатанных зубов и почерневших голеней. Одной из определяющих болезней крестовых походов была дизентерия, которая в основном представляет собой супердиарею, вызванную паразитами. Эта болезнь убила короля Джона и бесчисленное количество солдат во время многих войн. Крестоносцы могли заразиться дизентерией, выпив в воду, загрязненную человеческими отходами. Самый известный случай этой болезни произошел в Седьмом крестовом походе, когда дизентерия скосила большую часть армии Людвига IX и поразила самого Людвига. Весной 1138 года сирийский город Алеппо подвергся осаде, а осенью, когда осада закончилась, он столкнулся с чем-то гораздо более худшим. В октябре того же года в результате сильного землетрясения часть города превратилась в руины. По данным Britannica.com, землетрясение разрушило крепость, в результате чего погибли сотни людей. Также были разрушены близлежащие города, крепость крестоносцев и мусульманский форт. Приблизительно 230 тысяч человек погибли в результате этого стихийного бедствия. Во времена крестовых походов землетрясения были более серьезной проблемой, чем можно было бы подумать. Помимо обезвоживания, голода, болезней или попадания стрел в селезенку, вам также нужно было беспокоиться даже о земле под ногами. Согласно книге Медицина в крестовых походах, в эпоху франкских хрестоносцев, которые располагались вдоль разломов Мертвого моря, скорее всего, произошло более дюжины землетрясений. Еще одно мощное землетрясение поразило Антиохию в 1115 году, разрушив стены и настолько напугав людей, что некоторые из них спрыгнули со зданий. В средние века преступления обычно карались жестоко. В зависимости от того, какое преступление вы совершили, вас могли сварить, побить камнями, пронзить, обезглавить, поджарить или убить другим ужасным образом. В статье Гизмода указывалось, что защиты обвиняемых преступников практически не существовало, а также поощрялось использование жестоких пыток для принуждения к признанию. К несчастью для всех живущих в то время, крестовые походы только усугубили ситуацию. Согласно энциклопедии насилия, мира и конфликтов, христиане в то время связывали гомосексуальность с исламом, так что таких людей сжигали на костре. Крестовые походы также разжигали враждебность по отношению к евреям, еретикам, прокаженным, беднякам и кредиторам. В 1275 году король Англии Эдуард I установил еврейский статут, ввергнув евреев в нищету. В 1290 году он изгнал 3000 евреев, некоторые из которых погибли после того, как капитан корабля оставил их тонуть на песчаной отмеле. Можно было бы предположить, что если человек был христианином, это сближало его с крестоносцами. Но на самом деле всё зависело от того, в какое именно христианство он верил. В конце концов, крестовые походы были задолго до того, как протестантская реформация проложила путь к процветанию некатолических христиан. В зависимости от того, в какой период крестовых походов вы бы оказались, любое отклонение от учения католической церкви могло привести к вашей смерти. Согласно Britannica.com, в 12 веке крестоносцы значительно расширили свои целеустремления. Теперь они были нацелены не только на Святую Землю, но и на души в Европе. Христиане, которые не придерживались строгого католицизма, считались угрозой, причем даже более опасной, чем мусульмане, потому что представляли угрозу изнутри. Во Франции напряженность по поводу религии достигла кульминации в крестовом походе альбегойцев, в ходе которого католическая фракция Севера объявила войну катарам на юге. У катаров были неортодоксальные верования, поэтому крестоносцы вырезали их тысячами и сжигали на гигантских кострах. Католики, живущие на юге Франции, стали сопутствующими жертвами в этой бойне. Альбегойский крестовый поход также заложил основу для будущей Испанской Инквизиции. – Вы знаете, что вы были евреем во время крестовых походов, то многие христианские воины считали бы вас таким же врагом, как и любого мусульманина. Еврейская виртуальная библиотека объясняет, что христиане рассматривали евреев как убийц Христа, а некоторые использовали крестовые походы как возможность отомстить. Особенно это касалось первого и третьего крестовых походов. А во время Народного крестового похода 1096 года банда крестьян во главе с монахом Петром Отшельником убила сотни евреев. Между тем мусульмане враждовали как с христианами, так и с другими мусульманами. Если бы вам довелось быть членом мусульманского меньшинства Исмаэлитов, то вы подверглись бы резне со стороны правящей суннитской организации. Вражда между фракциями перегросла в крестовые походы. После того, как мусульманский правитель Дамаска уничтожил 6000 Исмаэлитов, их лидер в Сирии сдал город королю-крестоносцу Балдуину II в обмен на защиту. Если бы вы жили во время крестовых походов, то было бы неплохо, если бы вы были королем или легендарным воином, так ведь? В конце концов, это была эпоха короля Ричарда I, Салах-ад-Дина, тамплиеров и Исмаэлитов-убийц, которые вдохновили игры Assassin's Creed. Возможно, статус легенды помог бы вам выжить, как это часто происходит в кино? Что ж, нет. О короле Балдуине IV ходили легенды, что он был болен проказой и умер в возрасте до 25 лет. Многие другие легендарные личности тоже не сильно преуспели. Ричард Львиное Сердце из Третьего Крестового Похода столкнулся со смертоносными штормами и ещё более смертоносным Салах-ад-Дином. Король Ричард умер, сражаясь со своим бывшим сокрестоносцем королем Филиппом II. Пока Ричард наблюдал за осадой, ему попала в руку арбалетная стрела, и он умер от заражения раны. Между тем, Салах-ад-Дин, великий султан, который блестяще провел битву при Хаттине и завоевал Иерусалим, скорее всего, умер от брюшного тифа. Скрытые незаритские исмоэлиты изменили историю, убив Конрада Мофферратского, прежде чем он успел стать королем Иерусалима. Но они были разбиты монголами в 1250-х годах. А тамплиеры? Они были опытными банкирами и свирепыми бойцами, но после потери последней цитадели крестоносцев в 1291 году они также потеряли благосклонность короля Филиппа IV, который был должен им денег. Филипп истязал тамплиеров и сжег многих на костре за надуманные преступления. Война – это всегда ад, даже когда она одобрена папой. Именно она унесла большинство жизней во время крестовых походов, но она была гораздо более жестокой, чем кажется. Когда крестоносцы наконец захватили Иерусалим в 1099 году, они перебили почти всех, кто находился внутри. По данным New York Times, погибли мужчины, женщины и дети. По улицам текло столько крови, что её уровень доходил до Щиколовки. Евреи, защищавшие город вместе со своими соседями мусульманами, были заперты в собственной синагоге, которую затем подожгли. И если бы вам довелось жить в византийской столице Константинополя во время Четвертого крестового похода, то есть большая вероятность, что вас бы убили не мусульмане, а крестоносцы, которые вообще-то должны были быть на вашей стороне. Согласно эциклопедии древней истории, глубокое недоверие и религиозная напряженность между Священной Римской и Византийской империями привела к тому, что крестоносцы разграбили Константинополь, расхищая всё и убивая всех на своем пути. Кровопролитие было настолько сильным, что, как говорили, кровь несколько дней текла по улицам города, как река. Такие священные войны были настоящим адом на земле, который прямо на месте наказывал бы вас за все грехи. Так что можно считать, что вы бы жили и умерли в самом настоящем аду. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про исторические события, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!